Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Так, мы с Тимошкой на связи. Когда-то он меня сменит, но не скоро. Сейчас у меня есть неофициальная очередь. Полностью 100%, кстати, готов пока только один человек. Вот это Сафронов. Вот, Антон Валерьевич. И мы уже в затылок дышат Арценко, Савинич и так далее. Так что держитесь, Антон Валерьевич. Ну, пока вся надежда на вас, как на смену. Теперь про вопрос к тому, кто вам в затылок когда-то начал дышать, вот к этому юноше. Юноше, скажите, пожалуйста, Тимофей, если обезьяну кормить, нет, если человека кормить бананами, он станет обезьяной? Нет. Вот видишь, это стереотип мышления, а в садоводстве на разной почве получаются разные эти сорта. Это не я придумал, это другое дело, как к этому относиться. Так что вот у тебя сразу стереотип, понял? Я тебя буду от него избавлять. Ну что, хочешь слушай, хочешь нет, хочешь возьми стульчик. А я начну. Пять фото слушайте. Хорошо. Так, Светлана Юрченко, спасибо вам большое, что вы у нас есть. Я уже на той стадии знакомства с вами, что меня не надо убеждать в правильности ваших наработок. Мне будет только слушать вас и слушать, как может, доль человека каждое ваше драгоценное слово. Я ведь еще вас конспектирую, так как не надеюсь на память. А вам приходится каждый раз тратить свое время, энергию на оправдание перед невежествами и не сдержанными и неумными людьми. Дорогие Светланы, все гораздо хуже. Нету невежественных. Нет, они есть, только другое дело, что не одни существуют. Я вам сейчас, Светлана, надеюсь, вы меня видите, расскажу о ненанекдотах. А дальше этот анекдот он проходит через все мои вебинары, через все мои фильмы, кстати. Вот смотрите, анекдот от Юрия Никулина. Из пункта А в пункт Б вышел поезд, разогнался и помчался со скоростью 100 км в час по колее. По этой же колее навстречу из пункта Б в пункт А. Тоже вышел поезд и тоже разогнался до 100 км в час по этой же колее и помчался навстречу первому поезду. И вот они мчались друг на друга, мчались, 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 мчались и не встретились. Не судьба. Вот так вот. Поэтому мне никогда не придется встречаться. Они где-то на каких-то академических залах. Один раз сунулся со свиным рылом, получил. Узнали бы, это я сейчас понимаю, для чего кнопка у председателя находится, подключение микрофона. А то мне сказали, что микрофон сам отключался. Идем дальше. Светлана Юрченко. Это снова вы. Я вам отправила 1000 рублей на дрова. Это правильно? Если нет, то ответьте, пожалуйста. Милая Светлана, конечно, правильно. Вот. Но подробнее я отвечу потом. Вот. Вот ваш. Я даже не стал убирать ваш электронный адрес. Почему, не знаю. Так. Дмитрий Клименко. Подробнее про Бродского, про дрова, чуть ниже. Дмитрий Клименко. Здравствуйте, уважаемый Евгений Константинович. Ну, ладно, пусть я буду Евгений. Меня зовут Дмитрий, я живу в Санкт-Петербурге, 30 лет. И вот сейчас я получил два длинных письма. Полностью читать не будем. Половина отключится, половина будет дремать. Вот. Поэтому я скажу самое главное. То, что я выделил, то, что важно. Особенно после прошлого вебинара, где мы рассматривали этот самый участок. С мертвыми саженцами. Тоже в Ленинградской области. И вот Бог мне посылал подряд два письма. Причем я это не старался, они сами пришли. Я ни при чем. Первый участок на северной Ленинградской области. Климат сырой. Температура зимой до 35, редко. Ну, по сибирским меркам, конечно, это не морозы. Часто дует ветра. Солнца немного. Лето длится с середины мая по октябрь. Мало. Очень мало. То есть здесь уже все подряд не будет. Но зато грунтовые воды далеко. Вот. Плюс на минус. Второй сад Псковская область. Климат более мягкий. Морозы 30-35 бывает редко. Видите? На моей памяти больше 20 не было. Но это что получается? Вообще, блин, что это не Крым. В Крыме как-то недавно было 30. Влажность средняя. Минус 30. Лето чаще теплое. Ага. Средняя влажность бывает дождливая, либо засушена. Да. Псковская область более перспективная. Казалось бы. Вот уже выбираем. Конечно, Псковская. Город Апочка. И вдруг читаем. Почва тяжелая, глиняная. Плодородный слой 30 сантиметров. Дальше глина. Копали колодец. Вот вы молодцы. Вы все видите. Вот. Небольшой участок песчаника. Грунтовые воды высоко. Вот так вот. Высоко. То есть опять плюс на минус. Раки были большие. Ну, под 5 рублей. Так. Теперь. Вот такие неблагоприятные условия. Конечно, неблагоприятные. В одном месте. Квода далеко зато. Гнилая климата. В другом месте. Вода. То есть близко. То есть далеко. В другом месте. Вода. Это почва тяжелая. Зато климат получше. Вот так. Тем интереснее. Работает. Приятный успех. Дмитрий. Ну, что я скажу. Значит, я сейчас. Чтобы вы меня поняли. Потому что дальше пойдут у меня. Я выбрал несколько. Очень важные фотографии. Несколько получат от меня советов. И проблемы будут. И у Дмитрия поменьше, надеюсь. Вот это я взял с интернета. Значит. Вы знаете, где находится Иран. Для нас это юг, юг, юг. Это жара. Это. Ну, Крым отдыхает по всеми с Ираном. И вот получается, что в течение нескольких дней снега выпало больше. В общем, вот фотография. Это Иран. Это 8 метров снега. Это трехэтажный дом. Должен был по крышу занесен. Понимаете, что это такое? Смотрите, что происходит потом. Конечно, я не знаю, что было в 1972 году. Так, я в Норильске еще жил. Вот. Но. Но. Ну, подчеркиваю. Значит, когда этот снег садился, он наверняка переломал все, что можно. Быстро тепло, мокрый. Садится, намокает, но прилипает к веткам. И ветки рушатся. Я это... Наверняка это был ужас. Наверняка были несчезаны сады с персиками, с абрикосами. Все-все-все. Вот так вот это климат. Мы готовимся к этому климату. И когда я железу говорю. Делайте, не скажем, там бы крону. За этим стоит мой опыт. Личный опыт. Закапывал целиком саженцы. Метровой, полутораметровой. Закапывал. Одна единственная снежная зима у меня была. Да я еще с лопатой поработал. Пришла весна, попереломал и все к чертовой матери. Поэтому продолжаем учиться. Потому что закопать снег это любимое развлечение. А потом весной слезы. Идем дальше. Это я выбрал крайний случай. Чтобы вы знали, что может случиться в любой год, в любую зиму. Если уже вера не такое случилось. Идем дальше. Снова Ленинградская область. Кстати, мне этот, как будто нарочно подсунули вот эту фотографию. Вот это письмо. Ну, итак, Ленинградская область рядом с Вологодской. Ну, пропускаю про внуков. Потому что преклоняется. Вот. Сначала я увлеклась вашими методиками. Ну, прочитав какое-то нелестное высказывание о вас на сайте Сады Сибири. Не изучив, основательно перестал о вас читать и слушать. Дядь Вань, мы сейчас все про вас будем опять говорить. Потому что вы фильмы-то не убрали. А это опасные фильмы. Так вот, да, действительно такое было. Я знаю. Вот. Потому что, когда ненависть к человеку, ну, скажем, более успешно, переходят все границы. Такое было. Таких людей, которые активны, которые, вот, значит, замажут грязью. И никто. А то, что люди перестанут выращивать Сады, а то, что перед Богом отвечать. И один из двух уже отвечает перед Богом. Вот сейчас, уже там. Вот. Об этом в голову не приходит. Вот. Вот это вот личные эмоции. Обидно, страшно. И вот получается так. Она пишет. Промыслом Божьим стал изучать ваши труды спустя несколько лет. О чем сожалею. Так как посадил свой сад, неверно. Можно ли поднять годовалые груши на холмик? Сходу не отвечу. Надо смотреть по месту. Где-то я учу. Отвести воду, раз она в ямке. Значит, отвести воду куда-то в нижнюю сторону. Вдруг там небольшое есть. У кулончик там с помощью канавки. Какая-то холмик есть. Вот такой. Довольно небольшой, но глубокий. Расковырять его, раскопать, тяпкой разрыть так что ли. Ну, конечно, не трогая корневышейку, если оно на месте. У нас грунтовые воды низко. Пища, видите, здорово. Но жить-то можно. Песчаная почва. Абрикосы ждут и мечтают, когда к вам переедут. Сосы смешанные леса. Куда лучше-то. Куда лучше. Вот. Я тоже западная Украина. Родилась в Карпатах. О-о-о, здоровенькие балы. Видите, блячка. Как я рад всегда. У меня сразу слезы на глазах. Моя родина. Это. Ну, она уже, правда, в Польше. Но все равно я западенец. Моя родина. Львовская область, Молынская область, Херсонская область. Ладно. Расчувствовался. Взять у меня священник. Кстати, я горжусь тем, что я русский украинец. Я им помогаю с хозяйством. Мое увлечение садом немного воспринимают с иронией. На это особо денег не дают. А то бы заказала побольше. Так. Ну-ка, смотрите в глаза. Значит, вот это все удвоим. Все лишнее подарок. Я расчувствовался. Так, старость, так, не надо. Про старость спросите за длинное письмо. Смотрите, о чем речь пойдет. Значит, у вас все, что вы заказали, абрикосы, вишни, черешни. Вот то, что вы описали. Это для вас, конечно, не для Ленинграда. Ну, получилось так, что тоже Ленинградская область. Да, Ленинград, или как он там сейчас зовется? Тьфу, блин. Ну, для меня Ленинград. Значит, на болоте. Да, на болоте. Исторический факт. Ну, вот уже ближе к Вологодске, я смотрю, ну, ведь не может же быть одно сплошное болото, как у этого, у нашего незабьенного, этого самого, дяди Вани. Ладно. Теперь, после этого, я же вам что-то должен ответить. И я тогда, ребята, придумал, вот отсюда начинается серьезный разговор. Итак, я вам предложу четыре варианта. Вы поймете, самое главное, вы поймете, откуда берется эти глупые, дикие, страшные, смертельно опасные заблуждения. Почему? Потому что люди не знают, что творится под землей. Понятие. Единственное, что они еще могут знать, что, ага, копнул, а там, значит, вода, как у дяди Вани. Вот, буквально чуть ли не полуметра. Ну, чуть-чуть больше колена. Вот. И все. И вот сейчас мы с вами будем смотреть, откуда это берется. Вы уже элита, вы уже второй год меня слушаете. А что такое элита? Вам придется завтра где-то. Вы знаете, ну, извините, ну, еще маленькое отступление, потом по делу. Хотя это тоже дело. Возвращается в Красноярский этот самый университет. И буду говорить, какой. Савиньич зачищает, защищает свою, проведет всю практику у Железова, рассказывает все, о чем мы сейчас увидели, показывает фотографии, говорит, вот это я научилась, вот это я умею, вот это я делала. Она делала и прививки, пересаживала, и да-да-да-да-да. Все. То есть это первый, и второй, и последний на всю планету выпускник, который умеет садить дерево. Маловато, да, учитывая миллиарды. Пусть нищенская наука. Ну, и эти деньги на ветер, как та пиво без водки, водка без пива. Так и тут деньги на ветер. Так вот, значит, слушали ее, слушали, смотрели, как она сказала. Ну, в общем-то, без энтузиазма и чуть ли не с недоверием. Ну, то есть для них вот эти вот агроприемы, они, наверное, пока еще, ну, как, на уране воспринимаются. Ну, идем дальше. Смотрите, мы с вами проходим настоящую науку. Вы, Элита, слушайте сюда. Я, вот это, вот это моя фотография, я ей горжусь. Вот. Это небольшой котлован. Здесь чистый песок. Он настолько чист, что его без всякой дополнительной обработки берут на бетонирование. Раз. Я беру на сертификацию. Никогда я его не промывал, не прокаливал, не прокаливаю, дезинфицировал, вот три составляющие. Промывать, прокаливать, дезинфицировать. Это называется, запоминайте, если у вас хреновый песок. Это для того, чтобы в нем можно было хранить семена, и они не плеснивали. Я не делаю ни промывку горячей водой. Я когда-то мыл воду так для аквариума в детстве, промывал, чтобы аквариума мути не было. И вот не промывать, не прокаливаю, не дезинфицирую. Вспомните, марганцовку и прочие радости жизни. Вот настолько он чист. И в этом чистейшем песке, который идет на бетонирование, растут чистейшем. Это еще пошел вниз на несколько метров. И сколько, может быть, еще на 10 метров. Растут сосны. Причем, вот обратите внимание, вот здесь справа была мощная сосна. Она прожила свой век и сгнила полностью. Вот все корни. Когда мне накопились, друзья, такие, это я немножко опять чуть в сторону вожу, но это важно, когда у меня накопились такие наблюдения, я сказал себе, э-э-э, ой, извиняюсь, а зачем нам удобрение? Да еще в любой земле, которая лучше этой. Это крайняя, еще раз говорю, крайняя я. Ни одна костика не запрестивала за всю зиму. В этом сыром песке, в сыром песке. Ладно. Теперь для чего я вам показываю фотографии? Почему я горжусь? Откуда взялось вот этот вот самый дренаж? Не тот дренаж у дяди Вани. У дяди Вани, я вас почему вспоминаю? Потому что вы не убрали фильмы, которые, мягко говоря, некорректные. Вот, не в отношении меня, а в отношении людей, которые вам поверили или поверят. Вот. Вам лайки нужны. Вот что обидно. И вот получается так, что у дяди Вани даже не дренаж, а просто закупорка. То есть столько настелил, чтобы ни одна капля воды не проникла насквозь. А теперь откуда берется? Один из вариантов вот этот. Назовем его крайний. Да, не обязательно. Не обязательно такие, но крайние. Представим себе, что вот тут посадили дерево. Человек выкопал яму. Даже метр на метр на метр. Увидел, что она песчаная. Подержал в руках чистейший. Да что же он может сделать? По его понятию дерево расти не будет. Кстати, абрикос будет. Груша будет. Вот. Ну, не говорю, что это идеальный способ. Но. Человек решил улучшить. Тут я не то, что одобряю. Я понимаю. Когда роется яма, например, метр на метр на метр. Да? Вот. Ну, выкопали. А зачем? Или добавляет более жирную землю. Слово жирную, но оно не научно. Ну, понятно, да? Вот. Или вариант Б. Вот откуда он взялся. Здесь делается дренаж. Вот. Самые умные делают дренаж, который пропускает воду. Чтобы не было застоя и гниения. Попробуйте, перекройте полностью. Я получил обратную картину. Гниение корней. Я это прошу, видали, доказал практически. Вот. Всем, кроме надевания. Вот. Теперь. Почему это самое, я его не доказал, объясню позже. Вот. Он мне не обязан верить, кстати. Так вот. Дренаж, это когда просто затрудненное. Вот здесь вот, допустим, будет. Выкопали яму. Положили, допустим, слой. Вспоминаем, что используют для дренажа. Это данные из тысяч источников. Керамзит. Крупный песок. Галька. Вот. Вот. А потом битый кирпич и много чего еще. Процеживание происходит. Но задержка. И вот это стало основой для чего. А потом, это один крайний случай. Теперь здесь, раз задержка, не перекрытие, чтобы гнили корни, а задержка. И нормально, и уже. А еще землю меняют. Но я это могу понять, потому что есть, для каждой почвы есть свое. Теперь мы с вами, это взяли один край, прежде чем мы возьмем другой край, мы с вами быстро, быстро пробежимся по этим самым почвам. Сейчас вы поймете, почему это важно. И почему вот это вот заблуждение. Сначала заблудили дядя Ваня, а потом дядя Ваня заблудил еще сотни своих этих, так сказать, поклонников, сторонников, которые писали. И вот эти, видите, несчастенькие, там злой дядя Валера подставил. Ладно, смотрим. Вот. Вот это вот фото почвы, смотрите. Сейчас мы пробегаем очень быстро. Я вам показывал там, где близкие грунтоводы, а здесь все перемешку. Здесь больше часть фотографий не совпадает. Но это, ребята, очень важно. Вот, смотрите, я беру крупный план. Попробуйте найти две одинаковые почвы. Это очень важно. Вот. И попробуйте найти, где степь, а где, при этом, где степь, они же не случайно образовались. А где степь, а где лес, а где что? А где близкие грунтовые воды, а где далекие грунтовые воды. Две одинаковые нашли? Две одинаковые нашли? Вы представляете, вот это вот должен знать любой ученый, вот, любой практик. Потому что ему не просто на этой земле самому садить, а у него получится на разной почве разные результаты. А вот даже бывает в нескольких метрах уже разные результаты. Вот видите, на дне вода. Видите? Вот. Вот, это и все. Но это ладно. Чуть-чуть я просто раз зацепил это. Посмотрите на эту красоту. Я любуюсь, я наслаждаюсь. Я выкопал за свою жизнь вот это самое, два колодца. Вот. Я не мог знать вот это разнообразие. Сейчас знаю. Спасибо компьютеру. О, чернозем. Чернозем. Настоящий. Где-то гравий, где-то вот он, вот он гравий, вот он. Вы сравнили, нет тут и это. А в метод-то один и тот же. Выкопай яму. В любом случае. И застели ее это. Да еще намертво. Ну. Вот это самое вот это тяжелое, паршивое. Смотрите. Видели? О, ужас. Ужас. Вот. А я вам только сейчас песчаный показывал. Вот. Ну. Я вот когда смотрю на эти снимки. Даже. Дядь Вань. Спасибо огромное. Вы мне глаза открыли. Ну как открыли? Образно сказать. Мне, чтобы вам ответить достойно, пришлось копать просто глубже. Все разное. 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 А то вы знаете, что для каждой из этих почвей предназначены сливы отдельно, абрикосы. Для абрикосов своя почва, для яблонь своя, для груш своя, для вишен своя, для слив своя. Ведь даже вишни с череснями разошлись. Представляете? Вишня не боится сырости, чересня боится. Разошлись. Так же, как разошлись и яблонь, а груша по отношению к сырости. Разошлся абрикос со сливой. Ну про это никто никогда на всей планете не написал, что к этому привело именно вот это вот. Семечко попало, прижилось, чудом выжило. Вот. И так поколение за поколением менялась генетика. И когда-то из первого дерева, я не буду говорить откуда оно взялось на земле. Вот, полюбуйтесь. Ну. Попробуйте тут абрикос вырастить. Черт, аз два, дядя Вань. Ну что, хватит пока. А теперь возвращаемся к нашим баранам. Вот. Все. Налюбовался, лично я. Все, 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 все. Все. Ой. А это самое. Я просто... Вот. И так. А это мое. Жаль, его нету там. Среди того, этого. Может где-то тысячу вторым или пять тысяч первым. Так же фотографии немерено. Может и мое уже туда попало. Вот это одна крайность. Идем дальше. То есть вы поняли. Здесь я могу оправдать яму и даже дренаж. Хуже не будет. Сгноить здесь дерево, даже имея дренаж, практически невозможно. Вот. Смотрим дальше. Вторая крайность. Вы уже поняли. Глина, глина, глина. Небольшой плодородный слой. Глина, глина, глина. И вот здесь я вам лучше скажу. Тут уж абрикос садить. Вот тут он будет расти. Вот тут не будет никогда дядь Вань. Вот. И тогда что делают? Правильно. Тоже роют шурф. Назовем его, может, колодцем, шурфом. Как угодно. Вот. Для чего? Пытаются. А они... Никто же не знает еще, кто первую яму копает. Насколько глубоко. 22, 32. У меня 3 метра. Глиняный слой. А пробей-ка его. А пытаются пробивать. И вот там, где он, допустим, полметра, метр пробивают. Наоборот, не делают никакого дренажа. Задача, чтобы корень прошел через эту самую. И надеются вырасти абрикос. Что в таких случаях я советую? Вот это снимок с моего сада. Вот он, видите. Корневая шейка целая. Снег сходит в первую очередь. Вот тут. Знаете, сколько тут? Тут тележек у меня было штук 10. И еще бы такой расплывшийся. Тут чуть ли не половину надо было. Но это я вручную все. Вот. Откуда бы я взял? В старые времена машину с землей не возили, не продавали. Вот. Вся разница. Где снега больше, там повыше. И... Вот здесь вот, смотрите. Сделал вот такой вот холм дерево. Вот. Можно чего-то добиться. Как это выглядит? В начале садится на холм целиком. Под деревом начинается бурная деятельность. Дерево – это дом. Строится дом. И как только там чувствуется безопасность относительная. Избави Божие. А как они боятся полива? Дерево крона дается, чтобы распределять потоки на эту... На периферию. Чтобы вот здесь вот, когда дерево здесь даст корень, вот здесь, чтобы было максимально сухо. Потому что здесь начинается жизнь миллионов. И вот эти миллионы, уже вот тут вот, прижившись на этом холме, проникают в эту почву и переделывают ее. Проходит несколько лет. И вот здесь вот случается чудо. Копните, я-то проверял. Глины нету. Гранулированная земля, которая в руках рассыпается. Вот. Итак, одна крайность. Здесь что? Бог с ним, пусть будет шурф. Вторая крайность. Бог с ним, если тут небольшой слой глины, пробуйте пробить ее. Ничего сказать. Только избави Божьего от этого, от дренажа. Третий вариант. Все-таки холм. И я всегда говорю, ребята, когда я говорю, что делайте холмы, можете не делать. Почему? Сейчас я вас опять, жалко, что мне долго приходится объяснять. Итак, популярнейшая сибирская газета. Лишнего не говорю. Вот. Я дружу с главным редактором. Я пропагандировал вот такие холмы. Вот эта фотография уже 10 лет назад, или там 12, уже была в этом. И вдруг появляется статья. Из новосибирского доктора наук. Самый настоящий доктор наук. Титулованный во всех этих. И что вы думаете? У него в статье утверждается, что надо садить на холмы, и его можно аплодировать. И он нарисовал холм. Представьте себе остроконечную экипельскую пирамиду. Точь-точь. Вот точь-точь скопированы размеры. Ну, не размеры, это как. Форма холма. Высота. Полтора метра. Остроконечный, еще раз. И нарисован сверху. Нарисован. Хотел бы я хоть одно дерево увидеть, которое в вершине этого холма. Когда я схватился в ужасе за голову, я позвонил главному редактору, в который я дружил. Да, эта газета на 90% только продержалась лишние годы во времена падения интересов, только благодаря моим статьям. Это был мой бенефис в каждом номере. И вот она мне, я не преувеличиваю, и вот она мне что сказала. Держите за стулья, друзья. Я говорю, как вы могли бы вы это напечатать, вот этот вот, ведь люди же будут губить деревья. Какой полив остроконечный этот самый, пирамида. Полтора метра почти человеческий рост. Нарисовано. Как его поливать? Корни замерзнут, пока достигнут там. За стулья держитесь? Хорошо, тогда говорю. Ответ главного редактора. Такой дурак это будет повторять. Все слышали? Я ничего не преувеличиваю. Жаль, мне запретили богом клясться, эти верующие. Так вот. Ну, в принципе, этим все сказано. Какой дурак это будет повторять? Тогда я спросил, а зачем вы тогда напечатали? Она же вредная статья. Но она опять повторила, что этот приемник повторять не будет. А как я могла отказать? Он же доктор наук. Вот так вот. Фух. Ну ладно. Третий вариант. И, наконец, вот он наш уважаемый. Знаете, как я вот этого товарища уважаю. Если бы не он, мы бы эту тему не раскрыли бы. Вы бы не видели эти фотографии. Вы бы не знали, что такое разнообразная почва. Вот он, видите. Это он дно устилает. Ловушку готовит для корней. Гноить корни. Почему я теперь так говорю? Уже более открыто. Ну, просил же. Видите? Действуют ссылки. Ну, убери-то эти ссылки. Ну, нельзя же так. Люди-то не виноваты. Ну, начал-то с ним Киселёв воевать. Не помогло. Киселёв уже, это, ко мне обратился. Ну. Вот она. И вот смотрите. Ещё раз. Дядя Ваня. Вот. Смотрим ещё раз. Вот этот ключевой. У меня сотня фотографий. Они ключевые. Одна из них. Смотрите. Вот эта яма менее страшная. Она страшная, она смертельная. Она менее страшная, чем ваша. Почему? Ваша в два раза меньше. И здесь ещё быстрее, знаю. Да ещё вы сделали здесь это. Несколько слоёв. Там десятки, десять, десять, двадцать килограмм железа. Там всё перекрыто напрочь. Гныник. Натуральный гныник. А вот это вот, если даже, ещё раз. Если, я вынужден, это четвёртый вариант. Три я вам назвал, да? Первый. Крайности. Чисто песок. Второй. Чистая глина. Третий вариант. Делаем холм для того, чтобы не ковырять землю. Потому что это тоже плюс на минус. Вспомните Ленинградскую область. В одном случае Псковская область. В другом случае, там близко вода, зато климат лучше, там климат хуже, зато до воды далеко. И вот самое всё, как собралось, на эту кучу. Вот. И что получается? Если не делать дренаж, ещё раз повторюсь, но я вынужден. Потому что вот это вот продолжает работать вот это. Я не знаю, зачем это надо было. Ну, так. Ведь я же как говорил. Вы уберите вот это всё. И всё. И мы забыли. И не будет ни это самое. И всё на этом. Уже достаточно того вебинара, где я всё подробно рассказал. Ещё раз объясняю. Вот это земля. Это губка. Здесь нет никакого водоносный слой. Это та же земля. Просто здесь губка более плотная. И в ней меньше воды. Это прошёл дождь. А ниже её так много, что если её оставить в покое, то она начинает накапливаться, просачиваться. И получается водоносный слой. Как бы. Но если бы здесь не было бы этой ямы, не тронутая была бы, не копали бы яму. Здесь не было бы никакого. Такая же сочная такая. Теперь. Посадил сюда сливу, посадил сюда яблоню, вишню. Выдержат. Вот это свойство. Прежде чем сгнить, дать корни, которые вот так пойдут понад землёй и вылезут отсюда. Так продолжалось миллионы лет и постепенно сформировалось это. Вишня даже вот здесь может выжить. Даже у дяди Вани. Вот. Если, конечно, ловушку не превращать. Не в ней. Вот. Вы, надеюсь, поняли меня. Губка. Это губка. Здесь нет. Не зря же он же не провалится. Многие думают так. Там стоит озеро с водой. Нету там никакого озера. Это я, Железа. Это уже чисто моё. Вот. Здесь, чем глубже, тем сырее. Вот и всё. Настолько сыро, что стоит выкопать, стоит вода. А он выкопал. Теперь. Здесь сплошной должно быть. Есть яма. Нет ямы. Здесь идёт. Выпал дождь. Проник. И ушёл. Право, влево. Смотря куда это. Согласно, значит, этого самого. Яблоко Ньютона, куда будет это, сила тяжести давить. Право или влево. Утечёт. С верхней части ещё возьмёт и испарится. Нижняя часть попадёт в озеро море когда-то. И тоже испарится. И вернётся. Круговорот природы. Но вот это, вот святое, это должно пронизываться насквозь. То есть, вот эта капля отсюда ещё, это как аксиома, это даже, это как закон. Она нигде не должна задерживаться. Уж тем более абрикос, который так обречён. В таких местах. То есть, проходить насквозь. Не задерживаться. И вот этот вот способ, когда-то кто-то, понимаете, вот это вот придумал, да? Вот. Вот это придумал. Задержать воду. Ну, песок же. До воды, чёрт его, сколько тут, это самое. Тут, вот я стою и где-то метра четыре вверх, задрав голову, смотрю. Это только до земли четыре метра. А там ещё под землей сколько. Здесь, если пробить, чтобы оправданно, но уже без дренажа. Ну, не в этом случае. Тут замучился пробивать. И, наконец, вот это вот, вот этот вот приём перешёл в величайшую глупость. Понимаете? А человек, сперва, научил других, вот они. А потом загубил сад. Вот, я уж так, эмоционально, ну, я не могу иначе. Потому что я думал, как, сейчас человек не будет там, конечно, голову пеплом посыпать там. Ну, тихонечко убрал вот это всё. Не то, чтобы показать, что железо хочет, чтобы это. Он мне наоборот, что там саженцы загубил. Да, загубил. Вот, но польза от него огромная. Если бы он не сделал эти ролики, если бы Киселёв мне не прислал, вот он, Киселёв, значит, не было бы этого разговора. И вот эта часть, она не была о том, где нужны ямы, где не нужны ямы, где нужен дренаж, где дренаж смертелен. Вы бы никогда не узнали. Ну, нету этого в книгах, нету этого в журналах, нету в фильмах. Все вот эти вот повторения вот идут. Одно и то же. Как выкопать яму, набить её дерьмом, вот, закопать, сделать бордюрчики и пусть гниёт. Вот это уровень даже 21 века. Хух, высказался. А, сейчас сказать, не сказать. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. А, дядя Вань, значит, я пока ждал, у меня звонок. Ой, кто же звонил-то? Ну, короче, так, хотите, я вам пришлю ролик свежий, не свежий, а опять дядя Ваня, где он обозвал его культ личности Валерия Железова. Я говорю, не, не надо. Вот, мне и так недолго жить осталось. Я не шучу. Вот, у меня день за два проходит. Уже, уже, это, зачем было войну объявлять? Мне... Субтитры сделал DimaTorzok